В свой праздник сотрудникам охраны отдыхать некогда. Ведь в таком важном деле, как охрана, выходных не бывает. Каждый из 400 сотрудников старается максимально качественно выполнять возложенные на него обязанности. Праздничный день награды своим лучшим сотрудникам вручил начальник. В этом году празднуется 67-я годовщина со дня образования службы охраны. Мы решили сегодня провести торжественное мероприятие, чтобы поздравить наших действующих работников, а также ветеранов. Награжденных порядка 11 человек и 5 человек будут любо ненаграждены, потому что наше подразделение. Штат очень большой, задач очень много, очень много охраняемых объектов, поэтому работаем, служим. В числе лучших в этот раз оказался и кинолог Роман Медько. Как говорит сам парень, работа в команде с четвероногим напарником – это всегда большая ответственность. Ведь конечный результат зависит не только от того, насколько наложен контакт между сотрудником и собакой, но и от качества подготовки. Мы работаем в группе задержания, соответственно, я милиционер-кинолог, а также милиционер-водитель, и также собака, вот Альба, немецкая овчарка. Ну, работаем втроем, осуществляем охрану собственности, а также общественного порядка. На мой взгляд, для этой работы необходимо быть сосредоточенным, отдаваться своему делу, и тогда все получится. О том, насколько профессионально выполняет свои обязанности кинолог, смогли убедиться ученики 14-й школы. В честь праздника дети посетили День открытых дверей, открывало экскурсию знакомства с настоящей служебной собакой Альбой и демонстрации отлично выполненных команд. Мероприятие продолжилось под крышей спортивного зала, где школьникам представилась возможность своими глазами увидеть элементы захватов, которые должен знать каждый сотрудник. Приемы самообороны, задержания правонарушителей, преступников различными способами. При подходе спереди, рывковыми техниками, бросками, обезоруживания, тренировки проходят. Еженедельно у нас каждый сотрудник не менее двух часов участвует в занятиях по физической культуре. В раздел входят наши приемы, самообороны, тактические разные задачи выполняем. Оснащение спортивного зала и советы от старших товарищей помогают держать физическую форму на необходимом уровне. Однако в непростой работе этого порой недостаточно для осуществления всех служебных задач. Со всевозможными видами экипировки дети не просто ознакомились, но и смогли примерить на себя. Особенно по вкусу роль защитников правопорядка пришлась мальчикам. А завершился день открытых дверей демонстрации служебного автомобиля. Мне запомнилось, как дрессируют собаку с кинологом, как бои проходят тренировочные. Яркие впечатления и символические подарки по окончании экскурсии получил каждый ребенок.